Петр Владимирович Сидоров Молодные, смертельные опасности, дни оккупации мы переживали и то, что отступали советские войска, ждали когда же появится победа и очень радовались победе под Москвой, а потом уже и под Сталинградом, на Курской дуге, на Днепре и очень обрадовались, когда был повержен в мае 45-го года Берлин. По случаю победы на площади села состоялся митинг, на который бежали все – женщины, старики и, конечно же, дети. Одеться у меня не в чем было, что-то на ногах было, какие-то галоши были, рваные штаны, но зато мамина белая кофта. И на этой кофте красовался галстук пионерский лагерь. Когда я проходил мимо животноводческой фермы, а было холодно, бабоньки говорили, посмотри, пацана греет красный галстук, вот что значит пионер. Война закончилась, дети пошли в школу. Наш герой после ее окончания поступил в институт. В 1957 году я закончил Харьковский политехнический институт, факультет органическая химия, специально химия топлива, то есть металлургия. И в сентябре 1957 года автобусом Харьков-Ростов мы едем в Донбасс строить гигант коксохимической промышленности. Там я и жил, там получил квартиру, там женился, а в 1963 году меня направили в командировку на московский коксогазовый завод. Это были годы расцвета московского коксогазового завода. Получаемая кокс и сопутствующая продукция выдавалась с высоким знаком качества и пользовалась спросом. Но для того, чтобы работало аммиачно-кислородное производство, необходимо было изменить температуру обогрева коксовых печей. К тому времени срок их выработки подходил к 15 годам. Чтобы провести эти сложные технологические работы, требовали специалисты. Именно им и был Петр Владимирович Сидоров. Кроме того, что перерегировку надо сделать, надо было думать о профилактическом ремонте коксовых печей. Так как я этими работами занимался, то я и начал как начальник участка по горячему ремонту. Сначала осмотры камер, намечал объем работ и огнеупорщикам давал, что надо делать, чтобы эти печи прослужили не 25 лет, как требовала техника, а больше. Из 215 человек штата, значит, 100 человек приблизительно ремонтники, а 115 эксплуатация. Значит, в эксплуатации у нас было 4 смены, они посменно работали. И в каждой смене была так называемая загрузочная выдачная бригада. Так как все почти военные были, то они, прежде всего, дисциплинированные были, хорошо работали и являли пример добросовестного труда, что важно было. Участвуя в социалистических соревнованиях работников коксохимической промышленности, бригады коксового цеха не раз становились победителями. Одной из передовых была бригада Михаила Никитовича Доли. Несмотря на то, что он рабочий, он очень эрудированный был. Поэтому меня заинтересовало, что у этого человека не только можно взять то, что он как хорошо работает, а и кругозор у него был большой. Я с ним сдружился. Доля по-украински, судьба, судьба. Судьба в него очень тяжелая. Во время войны отца расстреляли за связь с партизанами. И их семью тоже могли убить. А когда освободили его город Мена, то из КГБ приехали и сказали матери, мы возьмем вашего сына в истребительный батальон. И он целый год пацаном в 43-м году, в 26 лет он был в истребительном батальоне. В 90-е годы завод становится открытым акционерным обществом «Москокс». Новым директором стал Юрий Дмитриевич Тимофеев. Он понимал, что две главные задачи у него сайт. Первое – экология, нас зеленые давили вовсю. Второе – как переложить вышедший из строя срок коксовой батареи. И третье – как сохранить штат и где взять деньги на реконструкцию. Для того, чтобы провести реконструкцию, нужно было еще специалистов, которые бы знали кладку, разогрев пуск и батарейки. Это как субстанция была той, где я работал. Приехало 5-7 человек. Два года четвертая и третья батарея пущены. А потом директор сказал, а зачем мне платить деньги, если у меня есть представители коксовой станции – Сидоров, Мурашов, Чеморда, Иванов. Вот пускай они и занимаются этим делом. И со второй батареи получилось так, что я вел контроль за кладкой, за стакаражом огнеупоров, за сушкой, разогревом, регулировкой. Второй батареи, первой батареи – 4 бис и 1 бис. Это потребовалось мне вместе с директором 16 лет. Несмотря на кризис в стране, когда многие предприятия закрывались, Москокс был полностью модернизирован и продолжил славные традиции завода. Я очень гордился, что завод 83 раза получал первое место во всесоюзном социалистическом соревновании, а на ВДНХ установлена была памятная доска в счет этого. Значит, завод получил 9 знамен на вечное хранение. Я всегда думал, это мой труд вливается в труд завода. Хоть вот такой маленький, но частица моя. Общий стаж работы Петра Владимировича Сидорова на заводе – 42 года. Он имеет много наград. Среди них – знак «Почетный металлург». Вот эти все колонки, которые вы видите, это знаки трудовой доблести. Это победитель соревнования, отличный металлург, победитель такой-то пятилетки и так дальше. Все это плюс награды юбилейные. Выйдя на заслуженный отдых в 72 года, Петр Владимирович возглавил ветеранскую организацию завода, стал внештатным корреспондентом заводской газеты и видновских вестей. Первая моя статья, которая была написана о нашем городе, звучала так. Я знаю, город будет, я знаю, саду цвет, когда такие люди в городе, на заводе, в Ленинском районе и Московской области есть. Честь и хвала этим людям. А о ветеранах я так всегда говорю. Как на Руси повелось, выпьем за мужество павших героями, выпьем за счастье живых. В этом году Сидорову Петру Владимировичу исполняется 80 лет. Он молод душой и по-прежнему любит жизнь. Свою любовь старается передать другим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова